Здарова, подписи, а там много уже просили, чтобы суп похавал на камеру, но что-то все мне не стояло на этот суп, а тут что-то думаю, года два реально не варил супов, говорю, ну ради камеры, ладно, один раз, первый, последний, я сварю супец такой, менее такой какой-то заебистый, ну то есть, я так подумал, гороховый самый менее заебистый, вот, супец чисто в моем исполнении, чисто гороховый. Сейчас похаваем его на камеру, ну и расскажу там пару ситуаций, случаев из жизни, когда повезло, так что ничего, ну без каких-то там потерь. Горох, готовился быстро, мне лень было картошку чистить, мне лень было лук чистить, мне было только не лень морковку, я почистил, потёр её, налил воды в кастрюлю, высыпал пачку гороха туда, купил грудку килограмм, порезал грудку, долбанул и всё, и закрыл крышкой на 4 часа, через 4 часа открыл, суп готов, ну ещё посолил дошком туда, лупанул этими приправами, и вот укропчиком посыпал. Кстати, сын попробовал, говорит, нормальный суп пойдёт не в столовую номер один, но пойдёт разок в 2 года, можно так раз в 2 года. Ну а помогать нам будет, конечно, с колбаской, с колбаской, а то как-то без колбаски как-то несерьёзно, несерьёзно, вообще никак. А истории хотел рассказать, знаете, какие, как вот вообще происходит в жизни, что прям просто тебе крупно повезло, повезло, и ты ничего не покалечился, или там твой родственник не покалечился. Первую историю расскажу, там касается сына, там в 5-месячном возрасте где-то было дело, а вторая там касается вообще меня, там бывшей жены и его тоже, это уже в годовалом возрасте было с ним. В общем, первая история, это, сейчас колбасу пока чистить буду, первая история была такая, что... Норм-суп вкуснее, чем ана-ком. Короче, первая история была, сыну было лет, месяцев 5 было, всего месяц 5, он ещё не бегал, короче. Ну ползать даже не ползал, но короче, только остановился на этот... Ну то есть он, завёрнутые ноги у него были, но руки уже двигались, руки уже двигались, и он уже становился вот так вот, на руки. Ну когда детёныш начинает бегать, ой, ползать, блядь, ну вы поняли, короче, догадливый. Такая ситуация, ему месяцев 5 было, по-моему. Жена мне, бывшая, говорит, мне надо ехать в женскую консультацию, с ним посиди, посиди там несколько часов, там пару часов. Я говорю, ок. Ну и, короче, почему-то я его ложил всегда на стол, на стол ложил его. Что, мне не хватает? У меня не хватает чесночка. Короче, она уехала, я с ним на столе разговариваю, там что-то, он сидит там что-то. Ну, короче, лежит, вернее, лежит, с завёрнутой ноги, поняли, да, и руки просто вот так вот. И он так вот, бывало, раз становится, раз ложится, становится, ложится. И мне звонок, от неё мне звонок. Лавровый лист положил, красава вообще, да? А давайте ещё соусом посыпем хлебушек, чтобы с колбаской было вкусно. Вот так вот сделаем, вот так вот. Опачки. Опачки, вот так. Ну, уже есть можно. С чесночным соусом, да? Ну, и, короче, мне звонок от неё. Я как с ним стоял, у этого стола, от него отхожу на 3 секунды, просто и хожу, бабах, звук такой. Ну, то есть трубку я только беру, бабах, звук смотрю, он, короче, долбанулся со стола. Я в шоке, конечно. Уебался, короче, прямо с этого стола вниз. Я не знаю, по какой случайности, блядь, у него реально в пятимесячном ворсе никаких отклонений не было после этого. То есть он упал, не знаю, чем, я не видел. Я видел только, когда я его поднимал, он плакал очень сильно, орал. Я его положил, смотрю, руки двигаются. Ну, ноги не стал смотреть, но они связаны, потому что. Говорю, блядь, лишь бы не башкой бы уебался. Ну, вот такая история, конечно. Ну, жена приехала, бывшая, я ей рассказал, конечно. Она, конечно, прихуела. А что самое интересное, что потом к врачу даже ходили, ничего не было, ни ребер, ни поломанных. Ну, то есть рентген не делали, но... Эсин Пень, он не мог, пожалуйста, говорить, не мог. Ну, я считаю, мне просто очень повезло. Ну, и ему, конечно. Вселенной еще раз спасибо, что в том моменте сделала так, чтобы ничего там с ним не случилось. Ну, этот... Я это к чему говорю? Маленькие дети, которые пытаются вставать и ползать. С ними надо вообще, блядь... Вот реально на 3 секунды я отошел, и пиздец, вот такая ситуация случилась. Что я взял? Я живу так обычное. Вторая история. Сыну уже не 5 месяцев, год. Вот эту историю я запомнил вообще на всю жизнь, и она мне до сих пор объяснение не может дать. Сидим, хаваем, все втроем. Ну, то есть я, жена и сын на кухне. А я тогда любил стеклянный салатник. Не такой вот, как из СВЧ-печи, вот эта вот тарелка ушастая. А такой, сука, красивый салатник. Тоже стеклянный, тоже такой же толстый, но он не для СВЧ-печи, а такой, знаете, как... Блядь, ну красивый. В нем нарезаешь помидоры, огурцы, укропчик, петрушка. Он такой, сука, красивый, блядь. Вот сидишь, смотришь, его ешь, прям ешь, его ешь, и не можешь съесть, ну, не можешь... Не можешь наесться. Слушай, а хороший я суп сварил раз в два года. И причем ни картошки нету здесь, ни уку... Ладно. Короче, сидим, едим втроем. Сыну был годик где-то. Я помню, был салат там, как всегда, помидоры с огурцами. Лето. Я ел его ложкой. Ну, не ел, ну, короче, оттуда накладывал в тарелку себе, потом ел. И в очередной раз я вот так вот беру оттуда, раза три черпаю, и вот так вот ложку, ну, как вот, вот так вот бросаю, блядь. То есть вот так вот. Ну, не сильно, понятно, что не вот так разъебал, а как по-обычному, как всегда, просто вот так вот. Я не знаю, что происходит. Блядь, происходит взрыв, блядь, тарелки. Как такое может быть? Я гуглил, сколько, блядь. У меня такого больше ни разу в жизни, так как это было 12 лет назад. 12 лет я не ел вообще никогда, ни разу, вот с таких стеклянных даже, блядь. Это вот сейчас я чисто только ем на камеру, блядь. Вот то, что у меня стеклянная была посуда, это вот то, что буквально три месяца, как я начал с нее есть. Я до этого, блядь, 12 лет ни разу не ел со стекла. Я не знаю, что это было. Происходит взрыв тарелки, вот, блядь, не поверите. Вот, блядь, такое ощущение, когда лобовое разбивают, блядь, у машины на мелкие кусочки, вот такие квадратненькие. Ну, прям, блядь, бах! Посчастливая случайность. Все втроем сидим, никому, ни сыну, ни мне, ни бывшей жене не попало ни в глаз, блядь. Ну, в основном в глаз, конечно. В рот, в нос это хуйня все, но в глаз не попало никому. Я до сих пор сколько гуглил, блядь, ищу, говорю, что за ситуация, почему взорвалась тарелка, блядь. Нашел только объяснение, что взорвалась по определенной... Типа какое-то энергетическое поле, блядь. Могло сопоставить какое-то энергетическое поле, и там попалась тарелка. Ну, я не верю. Я приземленный человек, я материальный материал. Ну, я не верю в такую чушь, блядь. Я не верю ни в привороты, ни в какую-то хуету. Как она взорвалась, блядь? Я не понимаю, блядь. Я до сих пор не понимаю. Вот я 12 лет не ел, вот чисто я ем на камеру, блядь. Без камеры я вообще никогда не ем с таких тарелок. Ну, типа, чтобы просвечивалось, поняли, да? Вот, напишите, у вас взрывались стеклянные тарелки не СВЧ-печи, а такой салатник, короче, красивый, вот такой вот чаш, такая. Не хрустальная, а именно такая чаша. То есть, она была не Советского Союза, я точно помню. Она была современная, купленная где-то там, блядь. Ну, типа мультидом какой-то там. Вот такая фигня. Так что, вот так вот мне два раза в жизни, ну, повезло, грубо мне, ну, моему сыну даже, что ничего не получилось, ни в глаз не залетело, ни он ни голову, блядь, не сломал, ни, блядь, ни руки, ни хуя, когда ебнулся, ну, сколько метр, блядь, со салатами, да, до пола? Ну, я точно помню, что там был не бетонный пол, там был паркет и просто ковер, обычный ковер савдеповский, который, например, там висит на стене у меня. Савдеповский ковер обычный. Так что, вот так вот. До сих пор загадка про вот эту взрывную, блядь, тарелку. Ладно. Всем добра. Аккуратней с грудничками и аккуратней со стеклянными, блядь, салатниками. Я до сих пор не ем. 12 лет я не ел. Вот буквально только начал с месяц как есть чисто для камеры. А так они мне нахрен не нужны. Всем удачи, всем добра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok